Вот даже этого не понимаете, что потребитель прав... Надо что-то совать же, ёптай. Спасибо большое за комментарий. А можно еще раз? А можно еще раз повторить комментарий ваш? Иди, иди, иди. Давай, иди. Культура на высоте. Это государством поставленная компания, понимаете? Государством. Управляющая компания подчиняет это мэрии и города. Мэрии и города надо спрашивать. Звоним, звоним. Нету. Сейчас сказали, что 11 придет. Нету. Я правильно понимаю? Управляющая компания сказала, что сегодня в 11 приедут. Да. Сколько время сейчас? В 12 уже в час. Ну, в 12, 17 минут первого. 17 минут первого. И так до сих пор никто не приедет? Нет. Спасибо большое. Управляющая компания столица не осуществила подачу отопления. Старики и дети вышли на улицу не только, чтобы встретить обещанную им ремонтную бригаду, но и в первую очередь для того, чтобы согреться. На протяжении недели коммунальщики в сухих беседах с возмущенными жителями, проживающими по адресу город Кызыл, улица Дружбы, дом 3, дробь 4, перекладывали ответственность на сотрудников Кызылской ТЭЦ, что забегая вперед – откровенная ложь. И в этом репортаже данный факт будет доказан. В состав съемочной группы включен член комитета по ЖКХ и благоустройству, депутат Хурала представителей города Кызыл от партии КПРФ Ладой Домбакулар. Его задача – принять обращение от доведенной до отчаяния пенсионерки Валентины Сая. Десять лет здесь живем, один раз сантехи не видела я. А какая у вас управляющая компания? О-о-о, столица. Десять лет живем, ни один слесарь не видела я. Отопление у нас с понедельника, горячей воды у нас нет. До сих пор нет. А мы с холодной водой еще все… Нет ни горячей воды, ни отопления, правильно понимаю? Нет, отопления ни горячей нет у нас. Покидая скромную квартиру Валентины Сая, мы направляемся в управляющую компанию «Столица». Адрес – улица Московская, дом 121. Но по пути заезжаем в еще один адрес. Совсем рядом с коммунальщиками. Московская 123. Здесь, в отличие от улицы Дружба 3-4, свежепостроенный многоквартирный дом. Не аварийный, но проблемы те же. Отсутствие отопления, компетентного управления со стороны компании и заинтересованности в решении проблем простого народа. Насколько мне известно, управляющая компания «Столица» – это конкурсная управляющая, которая была назначена после сдачи дома в эксплуатацию. Как вы сейчас, на данный момент, можете оценить ее действия, как организация, которая, в принципе, за благосостоянием дома должна следить? И, естественно, мы с вами еще поговорим о рамках отопления и так далее. Ну, я бы вообще сказала, отвратительные. Потому что мы во многие места уже обращались и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в правительство, и в мэрию по поводу работы этой управляющей компании. Ну, много у нас вопросов. Мы сейчас, как бы, наверное, про тепло, а у нас много по дому нареканий. И управляющая компания нам даже ответы не дает на заявление. На одно заявление ответили, и все, которое мы пишем. ТЭЦ отчитывается, что отопление было подано. Как обстоят дела у вас? Нет, до сих пор у нас нет отопления. Замерзаем. И вот мы сейчас переживаем все. У нас группа есть, и люди все пишут, пишут. Холодно, детки замерзают вообще. Потому что сейчас, говорят, дожди начнутся, похолодание. А мы спим. Ну, я, например, с бутылочками горячей воды наливаю, хожу с собой в кровать. Да, ну, холодно, холодно. Холоднее, чем на улице, понимаете. На улицу вышивши, на солнышке погрещься. Вот именно. А в квартире холодно. Писали, заявки подавали насчет тепла. Ну, вот отвечают, что ТЭЦ. А ТЭЦ отвечает, что управляющая компания что-то там не сделали. Друг на друга ссылаются, перепираются, и все. А тепла до сих пор нет. Расскажите, пожалуйста, коротко о вашем взаимодействии с управляющей компанией. Мы звонили в управляющую компанию, которая нас отправила на Козыльскую ТЭЦ, чтобы мы обратились к ним, так как якобы Козыльская ТЭЦ не выполнила свои обязательства по открытию задвижек в отношении нашего дома. Но, дозвонившись до Козыльской ТЭЦ, они отправили нас в управляющую компанию, заверив, что с их стороны все выполнено, все задвижки открыты, и полностью всему городу подано отопление. Чтобы было понятно, можете, пожалуйста, озвучить саму управляющую компанию? Да, наш дом обслуживает управляющая компания ООО «Столица». Ну и финально, насколько мне известно, у вас вчера состоялся разговор с представителями Козыльской ТЭЦ. Можете о нем рассказать? Да, у нас вчера состоялся разговор. Дозвонились до них, еще раз попросили, чтобы они проверили свой участок в отношении нашего дома, то есть придомовая территория, где у них находятся колодцы. Они поздно вечером выехали на заявку, проверили и подтвердили нам, что они выполнили свои обязательства. Есть отопление, но, говорит, обращайтесь в управляющую компанию, потому что задвижки в подвале вашего дома не открыты. Вашему вниманию аудиозапись разговора с сотрудником Козыльской ТЭЦ, приехавшим на дополнительный осмотр коммуникации здания по адресу Московская 123. Вечернее время 21 сентября 2022 года. На экране скриншот, подтверждающий время исходящего звонка. Факт выезда аварийной бригады Козыльской ТЭЦ и их неоднократных утверждений о том, что со стороны ТЭЦ все обязательства выполнены, жители дома готовы подтвердить в суде. Вечер, свидетель, Саннер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас жители беспокоят с улицы Московская, дом 123. А скажите, пожалуйста, сейчас приехала ваша оперативная машина, люки здесь у нас возле дома открывали. Я там стоял, лично стоял, проверял, все открыто, даже температура имеется. Замечательно. Я там приехал проверить, почему звонят, все открыто. Управляющую компанию надо звонить, почему они на солнце не включают. Получается проблема в управляющей компании? Да, конечно. Проверили, у нас все открыто. Все замечательно. Спасибо. До свидания. До свидания. Вместе с жителями и ладой домба-кулером мы идем в управляющую компанию столица. Не знаю, какое впечатление сложилось у вас, но слова сотрудника ТЭЦ звучат убедительно. Особенно при наличии аудиозаписи и свидетелей, которые увидели сам выезд, и неоднократные попытки сотрудников ТЭЦ дать отопление. На фоне того, что вы сейчас увидите и услышите со слов сотрудников управляющей компании столица, вопросов о том, кто виноват, останется еще меньше. Ни директора, ни его заместителя, ни одного инженера нет на месте. Член комитета по ЖКХ и благоустройству, депутат Хурала, представители города Козыла от партии КПРФ, ладой домба-кулера не пропускают даже за двери компании, отправляя беседовать с сотрудниками в каждое окошко. А можно так, чтобы было всем понятно? А вот вы у нас как депутат можете проконсультировать? Подскажите, пожалуйста, мы сейчас полицию можем сюда вызвать? Ну, люди просто вот откровенно позакрывали все окна, закрыли, вот видите, смотрите, дверь, и, я не знаю, и просто морозят людей в наглую. На дружбы 3-4 старики греются. Вроде как организация работает с людьми, да, с населением работает. Почему-то такое отношение, я не знаю почему. Подскажите, пожалуйста, вы управляющая компания по муниципальному контракту, вы правительством поставленную сюда как конкурсные управляющие. Ваша обязанность в прямом смысле слова идти навстречу людям. Вы почему забаррикадировались-то все? У нас есть аудиозапись, я вам сейчас могу подключить, где ТЭЦ официально вчера приехала, я сам был свидетелем, ночью проверила все, и от вас уличают во лжи. Вы сотрудники, вот вы жителям, которые стоят, на протяжении нескольких дней говорили, что виновата ТЭЦ. ТЭЦ дала нам официальный ответ, что вся проблема у вас. У вас здесь, как обычно, все забаррикадировано, двери закрыты, все закрыто. Мы можем как-то увидеть ответственное лицо, здесь жители, здесь представители власти. А почему вы заранее не предупредили? Предупредили о чем? О чем я должен был вас заранее предупредить? У вас на вашем официальном сайте прием по личным вопросам с 2 до 4. На вашем официальном сайте о чем я вас должен предупреждать? 14.09 время. Ваш комментарий, пожалуйста, по этому поводу можно? Можно? Исчерпывающий, молчаливый ответ. Вы что, кажется, не можете сюда вызвать директора или инженера? Ну, позвоните, скажите. Насчет отопления получить надо ответ просто. Да, да, да. А что вы так, почему вот так? А с нами, жителями, как вы тогда разговариваете? Ну, просто позвоните, пусть приедет директор или зам директора и ответит нам. Отопление нет, это очень отопление нет. У нас нет отопления на сегодняшний день. Ну, и с 15-го числа. С 15-го числа. Так в течение пяти дней должны включить. В течение пяти дней по закону. На улице теплее, чем у нас. Ура, розовая, ты на законе, да? Не можем уже на улице находиться. Молодой человек, я вам звонила неоднократно с понедельника. И каждый раз вы меня отправляли на Козыльскую ТЭЦ, что проблема у ТЭЦ. ТЭЦ меня отправляет к вам, заверив, что они со своей стороны все открыли. Вчера они контрольно приехали еще раз, проверили и подтвердили, что с их стороны открыто. Сказали, ваша управляющая компания не открыла в подвале вашего дома задвижки, то есть отопление, которое поступает в квартиры, соответственно. Вы не можете точно и четко ответить нам, когда будет тепло, и почему вы не выполняете свои обязанности, как управляющая компания. Мы оплачиваем за то, что вы нас обслуживаете. Это разве обслуживание называется? Мы платим одну двенадцатую, то есть у нас тепловая энергия оплачивается круглый год, независимо от того, есть отопление, нет. Но на сегодняшний день другие дома, жилые, уже пользуются отоплением 7 дней. Мы 7 дней уже мерзнем. Но ТЭЦ с нас все равно возьмет за это время деньги. Мы все равно оплатим, понимаете? Вы, получается, на данный момент просто наши деньги спускайте в воздух, и мы еще тратим на электроэнергию, включая обогреватели в квартирах. Почему вы не бережете чужие деньги? И за управление мы вам платим. Мы просто так платим? За воздух, что ли? Вы же должны решать этот вопрос. Вы мне скажите, пожалуйста, что конкретно вы решаете? В чем проблема, в чем ситуация? Мы месяц ждали горячую воду, пока прошли все инстанции. А там проблема была один день, и все, и решили эту проблему. В чем сейчас загвоздка? Если ТЭЦ открыли, с вашей стороны, в чем загвоздка? Что у вас не получается? У вас нет специалистов, которые могут открыть нам задвижки в подвале? Или в чем проблема? Вы можете пояснить? Нет, не могу. Почему? Вы же диспетчер, вы же должны все знать полностью, быть в курсе каждого дела. Да, сегодня проверят и узнаю я. Так ТЭЦ проверили, они ответили вчера четко. Почему вы со своей стороны не выполняете обязательства перед жителями? Вы не выполняете, вы обслуживаете наш дом, я плачу вам. Вы не выполняете все заявки, которые вы нам оставляете. Что вам еще нужно-то? Молодой человек, не кричите, пожалуйста. И вы не кричите. Я не кричу, я нормально с вами разговариваю. Я звоню с понедельника, мужчина с понедельника, я вам звоню. Я с понедельника вашу заявку открываю и всем даю. И они смотрят. Что вам ваш мастер говорит на то, что вам повторно жители звонят? Что он вам говорит? Вы же должны что-то говорить людям, когда они вам звонят повторно, троекратно. Что вам ваш мастер говорит? Вы же ему заявки передаете? Он какой ответ вам дает? Как вы перед жителями, чтобы объясняли им, чтобы они вам не надоедали? Спасибо большое за комментарий. А можно еще раз повторить комментарий ваш? Иди, иди, иди. Давай, иди. Культура на высоте. Это государством поставленная компания, понимаете? Государством. В нашем распоряжении оказалась видеозапись из подвального помещения дома по Московской 123. Вот так обслуживает столица, не так давно введенный в эксплуатацию дом. В этот подвал не пускают ни представителей ТЭЦ, ни жителей, ни журналистов. Насколько нам известно, управляющая компания столица – это конкурсная управляющая компания, которой дома в обслуживании отдает муниципалитет. Как вы, вот как жители, как люди, которые платят денежные средства свои личные, оцениваете то, что произошло сейчас? Это недопустимо. Вот даже как диспетчер себя ведет, это вообще недопустимо. Что за маты на рабочем месте матами всех посылает? Ну, это, во-первых, такое не должно быть. Ничего здесь от этой компании, ранее у нас старые дома были, мы тоже не могли добиться. Абсолютно ничего. Я думаю, нам все-таки стоит соседями вопрос поднять о смене управляющей компании. Ну, потому что каждый раз добиваться через скандал, или вот даже сейчас мы воспользовались, что обратились к депутату, получается. Но это, извините, каждый раз это добиваться таким способом решения проблемы, которая априори должна быть предоставлена компанией самой собой. Такое хамское отношение, конечно, недопустимо. Я, конечно, сейчас поеду в комитет, на комитет заседания, будет по другому вопросу, но там тоже будут представители мэрии, я у них тоже этот вопрос подниму. И возьму письменные обращения жителей, и в прокуратуру тоже напишу. Как представители интернет-канала «Республика» готовы предоставить весь видеоматериал, который у нас есть за сегодня съемочный день, о хамском обращении, о безответственном отношении, в прямом смысле слова, к благосостоянию людей. Но о какое же решение уж примут властные органы, покажет время. Александр Петрушин, Дмитрий Аюн, интернет-канал «Республика».